Беседу посвятили очередной годовщине миротворческой операции российских вооруженных сил в соседней республике. Константин Затулин отметил, что более 40 тысяч россиян участвовали в обеспечении мира в бывшей зоне грузино-абхазского конфликта. 117 из них погибли, двое были удостоены звания Героя России посмертно. В задачи миротворческих сил также входила охрана важных объектов коммуникации и сопровождения гуманитарных грузов. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поблагодарил миротворцев и российский военный контингент, который по-прежнему осуществляет функцию гаранта безопасности в Абхазии. Многие политические силы в России поддерживали Абхазию. И если бы не эта поддержка, вряд ли была бы возможность существования Абхазии и дальнейшие ее потомки знания. Нам есть чем гордиться, когда мы вспоминаем о вот этой 14-летней миротворческой миссии в Абхазии. Мы ее завершили достойно признанием независимости Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, дорогие нам соседи, страны, с которыми нас связывает общее прошлое, настоящее и, я надеюсь, общее будущее союзников и друзей. Грузино-Абхазский конфликт, начавшийся в 92-м году, создал проблемы и для Сочи, куда хлынули тысячи беженцев. Порой бои между грузинскими и абхазскими вооруженными формированиями шли около границы. Жители Адлярского района могли отчетливо слышать звуки стрельбы. Поэтому миротворческая операция, а затем и признание России независимости Абхазии и размещение там российских военных баз – это гарантия безопасности не только соседней республики, но и Сочи. В завершении круглого стола Константин Затуллин рассказал, что к концу года выйдет книга, посвященная 25-летию миротворческой операции в Абхазии. Продолжение следует...